Я пробыл, наверное, в банковских сервисах на больше двадцати лет в разных странах. Одно из направлений, которое я руководил, был Private Bank в крупнейшем банке, в Газпромбанке. Я также достаточно долго работал с финансовыми инвестициями, а потом некоторое время понял, что что-то меняется в этом мире, и надо посмотреть на что-то новое, и вот сейчас оказался он в венчурном мире. Digital Horizon – это VC фонд, который инвестирует в разные финтеки, дютеки и во все остальные теки, которые вы только слышали и не слышали. И когда я начал думать о том, как мы бежали этот бизнес, как мы работали с клиентами и что меняется, появилось такое сейчас модное слово – гибридная модель. Что меняется? Все равно даже клиенты самого высокого уровня, даже если мы с вами смотрим на Family Office, уже пользуют телефоны хотя бы. Некоторые из них не совсем, но пользуют. Они уже пользуют email, они уже понимают, что такое переводы и applications. они немножко слышали уже о том, что есть адвайзеры, есть человек, которому можно позвонить, но также есть разные программки. Мы это прямо уже видели года 3-4 назад, и сейчас видим еще больше, особенно на американском, наверное, рынке, меньше пока на российском, но уже тоже это проходит. То есть эпоха того, что единственный контакт, который мы с вами всегда говорили, с премиум клиентом или с private banking клиентом – это его relationship manager, больше никак. То есть Маша переведи деньги, Маша сделай это или Вася сделай это. Она кончается. То есть иногда даже самым премиум клиентом, теперь удобнее просто нажать кнопку для простых транзакций. Я сейчас говорил о day-to-day транзакции. При этом, если мы считаем, что это конец, а сложные транзакции действительно останутся все равно по телефону, по телефону они могут быть и останутся. Но очень быстро сейчас, и одну из компаний, в которую мы инвестируем, я долго ее вел, это именно компания, занимающаяся профессионально голосом, синтезом голоса, распознаванием голоса. Действительно можно будет позвонить, и действительно будет Маша на телефоне. Но это может быть уже не Маша, а просто синтез голоса Маши, которая делает это. Это не космос, это мы с вами максимум 3-4 года от этого. Максимум. Что это значит? Это значит, что relationship manager, которого много обсуждают, исчезнет. Нет. Это значит, что это гибридная модель, где relationship manager может заниматься более сложными вещами, а простой робо-адвайзинг вместе с application, вместе с голосом и с тем, будет заниматься более простыми вещами, которые легко алгоритмизируются. Все ли алгоритмизируется? Пока не все, но очень многое. Если вы видите новые стартапы, новые компании, алгоритмизируются достаточно сложные запросы. То есть там любой почти перевод, пусть он будет через 3-4 банка, на это он алгоритмизируется. Фактически любой голос синтезируется. То есть если нужно клиенту, чтобы говорил его любимым голосом, его любимому relationship manager, это тоже совершенно спокойно работает на данный момент. Просто еще не проникло глубоко. Новые модели обслуживания, которые мы сейчас видим, инвестируя в эти стартапы, они именно вокруг этой гибридной модели. Человек остается, но он, даже relationship manager, начинает использовать другие tools. Даю пример. Если вы были клиентом family office, наверное, совсем наверху, и у вас был сервис, где вы могли заказывать, или у вас свой есть private jet, или вы могли заказывать private jet, этот сервис для co-private banking, где там, считаем, тикеты вокруг Wells'а, от миллиона до пяти, не был available. Если сейчас private manager, например, в той же самой Швейцарии, где мы много работаем, имеет доступ к sharing платформам private jet, вы можете это дать клиенту уже не в той категории. Клиенту не обязательно иметь за 20 миллионов Wells, вы можете иметь Wells в районе миллиона и получить тот же сервис private jet. Если ваш премиум менеджер не знает, что этот tool вообще существует, работает в старой доброй системе и переводит по свифту деньги, он не сможет этот сервис сделать. Поэтому и есть вот то, что вы видите, мы несколько раз будем управлять, гибридная модель, не только с точки зрения общения с клиентом, с точки зрения обслуживания самого клиента. Это достаточно важно. Новые классы активов. Традиционно private bank, не дай бог, не потеряй. Это вот лучше, мы ничего особо не заработаем клиенту, но, слава богу, мы им не потеряем. То есть сохранение Wells в private bank, в консервативной индустрии, был главной цель нашего. Но, к сожалению или к счастью, вдруг появляются у нас новые интересные странные активы. Крипта, которые все говорят, ой, вот сегодня выросло, завтра снова упадет, снова завтра вырастет. Ну, это же всегда вопрос, хорошая крипта или плохая, на каком уровне вы вошли, на каком уровне вы вышли. Плюс здесь сильным дисрапшеном для private bank являются те же самые аппы. Кто знает, что такое итора? Отлично. Вообще считают, что итора это массовый сервис, где каждый может торговать по 20 долларов, там есть робоэдвайзинг, криптоактивы, не криптоактивы, и все. Вот итора в процессе сейчас достаточно на этом, делание сервиса, который идет на много более высокий сегмент, где ваши же клиенты будут видеть лайв-предложения по любым типам активов, которые большинство private bank'ов не предлагают просто. И в таком виде, что понимает, в общем-то, совершенно человек, который вообще никогда не видел ничего торгового. Это тебе не квик-терминал и даже не терминал наших ведущих брокеров. Таких программ много. Я совершенно не рекламирую одну из них, и в итора мы не инвестировали, поэтому здесь нет никого. И это будет продолжаться. Новые типы активов, некоторые связанные с криптоактивами, некоторые связанные с alternative lending, очень большой тип активов, где напрямую, то есть вот этот P2P lending, который считается, как бы, не вырос, но он не вырос, потому что туда P2P не сработало, а institutional деньги пошли. И очень тяжело, опять, не используя relationship manager, не используя новые tools, а relationship manager работает с этими активами и конкурировать с ними. Вы увидите своих же клиентов, вдруг использующие какие-то странные эпки. Мы это прямо видели. Как он ее достал, где он о ней услышал, неизвестно, но почему-то он делает переводы через краудфандинг. Если нам нужно удерживать своего клиента полностью с нами, мы должны научиться, как это использовать. Мы должны хотя бы об этом знать и сказать ему, почему это вас вот так вот сильно дурит, и ни в коем случае не инвестируйте в Ripple, он точно упадет, хотя бы на этом уровне. Зарабатывать становится тоже важно. Помните, как я говорю, это еще одна вещь, что в той environment, особенно в Европе, где у нас нулевые ставки и это все, клиенты ищут Yield. Они действительно ищут Yield. Они готовы на более большое. Мы чувствуем это через капитализацию финтеков, которые работают в этом. Потому что всем постоянно терять деньги, при этом, где кредит фактически бесплатный, тоже не хочется. Поэтому Yield это то, что люди ищут или ищут они сейчас не всегда через private bank. Они привыкли, что private bank просто сохраняют их деньги. Они особо зарабатывают для них. Ну и вечный, то, что я называю waterfall. Премиум сегмент у нас фактически сейчас получает то, что получал private сегмент когда-то. Хороший private сегмент сейчас должен получать уже то, что получал multi-family office. А multi-family offices получает то, что получали большие family office. Чем больше технологий туда проникают, тем больше продуктов становится available, становится для этих клиентов. То есть клиенты все больше и больше будут получать больше сервисов, поскольку технологии дают возможность получать этот сервис дешевле. Даю еще раз пример с голосовыми сервисами. Один relationship manager хороший, если он правильно использует чат-боты, правильно использует программы, просто сможет на таком же уровне качества обслуживать больше клиентов. Это не значит, что он исчезнет, это значит, что он сможет покрывать большее количество. Это очень важно, потому что если это не происходит, первое, продуктивность relationship manager падает, второе, те уровень сервиса, который можешь предложить, падают. Мы немножко уже покрыли здесь почти эти все темы, но я хотел искать новые партнерства. Private Bank в целом очень достаточно хорошо умеют партнераться с разными фондами. Фонд инвестиции в это, платформа фонду это здесь. Сейчас очень важно научиться работать с новыми игроками. Лучший сейчас является savings продукт, пока он достаточно широкий на европейском и даже на американском. Один из лучших. Это сделан уже не фондом, не знаю, Fidelity или Prudential или Man Investments, а сделан финтеком, Raisin. один из лучших сейчас инвестиционных сэвингс продуктов. Я уверен, что в России Raisin никому еще пока особо не предлагали. Это потихонечку и есть, куда это будет двигаться. Те продукты, которые мы еще не понимаем, что они делают, как они работают, они не всегда идут от традиционных игроков. Традиционные игроки очень часто опаздывают на данный момент, и поскольку барьер сделать новый продукт, а главное довести его до клиента через цифровые технологии становится все меньше и меньше, ваш клиент уже пользуется скорее всего каким-то телефоном. У него уже есть какое-то приложение. Это значит, что финансовую услугу без вас можно предложить. Совершенно элементарно через другой канал. Каналов доступа к этому клиенту достаточно много. И когда мы говорим, что наш клиент немножечко все-таки уже не обязательно все из них люди за 65-70 лет, которые уже не будут пользоваться этими каналами, а есть люди по 45-35-45, которые уже умеют и комфортны, это значит, что эти компании будут выходить впрямую или партнериться с банками. Естественно, для банков, как всегда, это лучше пропартнериться и давать традиционные ценности, которые у финтеков нет, это надежность. Клиент надежности, у финтека большинства нет, но есть инновационность. И вот комбинация и правильное партнерство между инновационностью и надежностью, в этом я считаю, в общем-то, есть будущее. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ МОТОДИСМЕНТЫ МОТОДИСМЕНТЫ